В творчестве Петрова Водкина образ Богоматери появлялся не раз. Впервые художник нарисовал его на стене церковной апсиды ортопедического института доктора Вредена в Александровском парке в Санкт-Петербурге. Затем в соборах Кронштадта и Сум, которые расписывал в 1913-1915 годах. Но, пожалуй, наиболее знаковым он получился на картине Богоматери «Умиление злых сердец». Представленный на холстелит восходит к православной иконографии и довольно известному сюжету умягчения злых сердец. Так называется образ, у которого просят о милости и примирении для враждующих в годы смуты, войн и гонений. Икона настраивает человека на бережное отношение к миру и ближним. Полотно Петрова-Водкина появилось в годы Первой мировой войны и стало своеобразным ответом на трагические события той эпохи. Небольшое по размеру оно воспринимается как монументальное благодаря компактной композиции, ярким цветам и почти квадратному формату. Голова Богоматери покрыта ярко-красным платком, резкие почти геометрические складки которого оттеняют мягкий абрис лица. Жестом руки Богородица стремится усмелить и успокоить враждующих и благословить тех, кто глядит на нее. Ее задумчивые глаза словно вбирают в себя весь внешний мир, а постановка головы намекает на то, что она склоняется навстречу человеку. В сине-голубом фоне сталкиваются грани полупрозрачных плоскостей и проступает едва заметный нимб. В этот же цвет окрашена и туника. Она как бы соткана из небесной материи. Слева от центрального образа видна фигура Богородицы с младенцем Иисусом. Справа распятие. Вписанная в сферу нимба эти символы получают особое прочтение, которое связано с цикличностью происходящих в мире событий. Все так же Божья Матерь жертвует своего Сына во искупление человеческих грехов, и все так же люди распинают его. Символика цвета в картине очень выразительна. Художник возвращает краскам их первородную яркость и эмоциональное звучание. Красный цвет становится выражением высших философско-религиозных ценностей, а синий аналогом бесконечной глубины. Из-за обращения к вечным ценностям, а также интереса иконописи и символизму советская власть не особо жаловала Петрова-Воткина. После смерти в 1939 году художника почти забыли. Заново интерес к имени живописца, его дарованию и творческому наследию проснулся только в середине 1960-х годов. Субтитры создавал DimaTorzok